и еще раз повторю главное лучше меня смущает это то как они собираются устанавливать военный контроль знаете расскажу вам все таки вот сомневался вообще говорить об этом или нет нас смотрит 25 тысяч человек пожалуйста по лайкайте трансляцию хочу чтобы побольше народу пришло потому сейчас расскажу интересную историю поделитесь соцсетях по лайкайте трансляцию чтобы youtube почаще рекомендовал о чем хочу рассказать сегодня ночью мне написал человек создал секрет чат в телеграме написал человек не назвал своего именем сказал что он работает силовых структурах российских я не могу подтвердить эту информацию да у меня нет никаких данных которые могли бы это подтвердить действительно ли он там как-то имеет какое-то отношение к силовым структурам или тот ли он за кого себя выдает но я сказал ему собственного слушать я не могу всерьез воспринимать анонима как источник информации он сказал нет вас ничего не нужно я просто хочу переслать вам некоторые файлы чтобы вы их изучили и он прислал мне примерно два десятка файлов в основном это аудио файлы и несколько видео файлов опять же поскольку я не знаю кто этот человек я не ручаюсь за достоверность этих материалов просто рассказываю вам вот как информацию вот знаю то что знаю я вот делюсь вот этим с вами но это похоже на правду значит он прислал мне там два три десятка аудио и видео файлов утверждая что это материалы прослушки российскими силовиками рамзана кадырова и его советника по силовому блоку даниила мартынова я про этого даниила мартынова писал еще в докладе угрозы национальной безопасности в докладе посвященном соответственно рамзану кадырову даниил мартынов это бывший офицер фсб спецподразделения альфа который уже там несколько лет уже лет десять наверное 8 10 лет занимается подготовкой кадыровского спецназа такой вот элиты кадыровского спецназа это русский офицер которого кадыров взял на работу и который отвечает за обучение за профессиональную подготовку вот элиты кадыровских вооруженных сил и вот те файлы которые мне прислали утверждается что это материалы прослушки кадырова и мартынова еще раз не ручаюсь что это действительно так вполне допускаю что возможно там это какая-то разводка но голоса действительно похоже то как они общаются я вот специально вот ночью сидел там изучал я включил послушал там интервью этого мартынова сравнивал голоса ну то есть понятно что я не эксперт они могу привести фонетическую экспертизу до сравнивал там с голосами кадырова но предположим опять же не будут демонстрировать сейчас эти файлы буду их изучать я там передал журналистам эти материалы будем изучать вообще что это за материалы такие что это за слив там какой источник и так далее но если исходить из гипотезы что это верно то из этих прослушек следует что кадыровцы сформировали специальную бригаду который входит сейчас на территории украины под руководством этого мартынова и будет выполнять карательные функции ну как это было в четырнадцатом году известно что кадыровцы участвовали были видео там материалы и свидетельства там очевидцев о том что кадыровцы были на территории украины в четырнадцатом году но они были не на передовой то есть на линии соприкосновения они практически не оказывались им поручалась именно карательная функция то есть зачистка подавление сопротивления в захвачен на захваченной территории ликвидация сопротивления запугивания ну то есть вот каратели в чистом виде карателя значит еще раз скажу что материалы этой прослушки я получил анонимно от человека который представился представителем российских силовиков и говорил о том что он опасается за свою безопасность и поэтому не будет называть свое имя вот просто передал мне эти материалы потому что ему не нравится то что происходит то что он против войны с украиной я эти материалы внимательно изучил еще я возможно инициирую фонетическую там какую-то экспертизу я думаю что скорее всего привлеку все-таки я там не специалист по таким вопросам возможно передам в какие-то независимые сми эти материалы но эта информация действительно заслуживает внимание если это соответствует действительности это крайне важная информация которую надо принять к сведению о том что кадыровцы могут зайти на территорию украины в качестве карателей поверить в это легко проверить и подтвердить ну это вот наша задача что еще мне кажется важным сказать знаете я внутрь я уже сказал что как я оцениваю все происходящее это действительно какое-то абсолютное безумие такое ощущение вот там в 6 утра слушая путина с его заявлениями ощущение что он абсолютно утратил связь с реальностью то есть уже в каком-то своем мире и абсолютно не ценю человеческие жизни для человека который легко поверить что человек который находится у власти 22 года он теряет ощущение ценности человеческой жизни он мыслит совершенно другими уже категориями путин и 70 лет из этих 70 лет но почти 70 из этих 70 лет он 22 года руководит нашей страной треть своей жизни я думаю что для него уже нет никаких реальных людей вот для него есть там до цифры статистики учебники истории уже поэтому на время читает лекции по истории очень такие странные лекции по истории такие я бы сказал антинаучные во многом конспирологические лекции по истории но он так мыслит он мыслит себя исторической фигурой люди для него это вот материал исторический он из этого материала лепят себе биографию в учебнике истории вот 44 миллиона украинцев это человеческий материал из которого путин лепит себе биографию понимаете и блин это людоедство вот в моем понимании это называется политическое людоедство когда ты не ценишь человеческую жизнь когда тебе плевать что чувствуют люди в мирных городах которые бомбят градами ты не думаешь о том что дети просыпаются в слезах потому что твои грады долбаные хреначат по мирным городам ночью ты не думаешь о том что у этих детей будет травма на всю жизнь ты не думаешь о том что они всю жизнь теперь будут просыпаться потому что в детстве их разбудили звуки падающих разрывающихся бомб и ракет ты не думаешь об этом это людоедство ты готов этих людей эти сорок четыре миллиона граждан независимого государства ты готов их пожирать ради своих геополитических амбиций ради своей биографии в учебнике истории этих людей готов жрать на завтрак обед и на ужин ты людоед ты будешь проклят и своим народом и другими народами ты будешь проклят ты хочешь место в учебнике истории ты получишь место в учебнике истории ты получишь тебя будут помнить но не так как ты хочешь тебя будут помнить тебя будут ненавидеть тебя будут ненавидеть граждане россии следующие поколения за то что ты сделал с нашей страной зато в какую изоляцию то ее вогнал тебя будут ненавидеть жителей других стран тебя будут ставить в пример того как не должно быть твое имя станет нарицательным будут говорить ты чё как путин ты что путин что ли нельзя голосовать за этого политика он ведет себя как путин у него путинские амбиции у него путинская манера твое имя станет нарицательным